Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня с вами неожиданно вышли на прогулку. Сегодня 17 апреля, понедельник. Я не собиралась снимать, но за пять дней первый раз вышло солнце. И поэтому это невозможно было не снять, потому что летом закат будет в другом месте, и дом будет не освечиваться так, как светится сейчас. И его внешний вид, и небо, и мягкая-мягкая подсветка, она именно только сегодня, только сейчас. Вот такое обалденное небо. Можно ловить эти нежнейшие полутона. А сейчас я вам покажу этот закат. А зимой он в другом месте, а летом он в другом месте. Сейчас он идёт ровно в парник. И этот закат просто наслаждение сегодня. И поэтому обзор по саду сегодня неожиданно начинается, потому что это только небо можно наблюдать. Небо, полутона в небе, наслаждаться этим небом. Вот так, вот так, и вот так. Такие полутона, такое весеннее закатное солнышко. И можно походить и погулять. Обзор по саду объявляю открытым, апрельский. Я планировала обзор по саду сделать, когда расцветут уже гиацинты и тюльпаны. Но нет-нет-нет, природа сказала по-другому. Именно сегодня, именно сейчас. Она попросила, чтобы я вам показала именно вот это небо. Иди сюда. Да. Вот, все восхищаются. Даша, Даша. Я когда-то. Восхищаются. Прямой эфир идет. Всем приветик. Подписывайтесь обязательно на наш канал, ставьте лайки и ждите наши новые ролики. И на Дашу радио подпишитесь. Да, мой ютуб-канал Даша, нижнее подчеркивание, радио. Просто выбивайте пояс и находитесь. Если у вас есть детки, пусть подписываются на Дашу радио. Так, Даша тут тоже снимает какие-то свои ролики. Вот, давай посмотрим, что там у Даши. Вот, обложку выбираю. И когда вот сюда смотришь, движутся облака. Да, это просто очень красиво. Потому что меняется небо каждые 15 минут, секунд. И поэтому вынуждена пробегусь по саду. Сама планировала еще розы успеть немножко подкоротить, те, которые не успела. Но не смогла удержаться. Даже дыхание мое вот такое настороженное. Ааа, как красиво. Просто прелесть. Вот так. Птички тоже рады. Как и мы рады. Ничего не цветет, кроме приму. Хотите посмотреть приму сейчас? Придем и посмотрим приму. Все-таки стойки, которые пострижены и имеют форму, уже на третий раз, когда я их сформировала, они показали свою форму. Ааа, кто на пути у меня встретился? Смотрите. Прямо вылез крот. Я могу сказать, что мы только убрали все кучи. У нас не было ни одной кучи. И тут неожиданно на пути я споткнулась. Вот такая огромная куча на закате. Куча ям. Крот постарался. Смотрите. Калина не имеет еще листиков. Ни одно дерево, не появилось листва. Значит, очень ночи холодные. Посмотрите. Березки спят. Клен спит. Вот это весна. Просыпается только самое-самое раннее что-то. Это примула. Потому что все остальное у меня нарциссов нет. Безвременника у меня тоже нет. Или пару цветочков. А вот я вам сейчас подходим мы как одной из незаконченных клумб, в который я вам покажу. Примула. Вот она. Красавица. Вот примула. Вот примула. Наслаждаешься. Вот красавица. И вот. Такой небольшой уголок примула. По центру тюльпаны. Которые или подмерзли, потому что очень маленькие там внутри вылазят. Или еще будут. Или подмерзли. Потому что после осени, посмотрите, и фонарик спит. И кувшин разбит. Ну, тому кувшину вообще лет так 80 с деревни привезли. Вот пионы из земли показались. Вот видите. Гортензии черные стоят. Я их особо еще не трогала. Только раскрыла укрытие. Может, рановато. Но ничего нет. Те, которые не раскрыла, там зеленые листики есть. Внутри, в спонбонте. А вот здесь черные дудки стоят. Ну, рано еще что-то говорить. Но, может быть, и не перезимовали. Обрежем под ноль тогда. Вот. Что у нас тут еще? Рододендроны, конечно. Шапочки. Тут очень мало каких-то шапочек. Тут есть. Так, на закатике. Закат убегает. Подождите, подождите. Закат убегает. Все, убежал почти. Закат. Но ничего, ничего. Я вам еще обещала. Так, примулы показала. Птичка поет. А, я вам обещала показать. Вот, смотрите. Куча большая тюльпанов. Но ничего не цветет. Еще очень рано. Еще очень им холодно. Вот, видите? Даже вот тут примула еще не цветет. Это другой сорт примула. Вот. Ей еще даже этой холодно. Вот, видите? Это другой сорт. Вот. Вот здесь примула зацвела. Но она вот такая вот красотулечка. Но все равно ей как будто холодно. Роза, смотрите, как хорошо перезимовала. Вот такая красавица. Вереск тут. Вот. Ну и выходим опять к другой части приму. И тюльпаны. Смотрите, тюльпаны не цветут. Только показались. Гиацинты тоже, вот смотрите, показались. Но еще не цветут. И тут гиацинты и тюльпаны. Вот на этой розочке, смотрите, как хорошо уже пустились листочки. Не знаю, может это какая-то ранняя розочка. Еще сорт ее не определен. Это я его садила года два назад. Может туда у меня не было этих коробочек всяких. Вот. Тут я посадила древовидный пион. Скоро выйдет ролик про древовидный пион. Как я садила коробку, его садила. Вот он. Это зеленые бобы. Вот он. И он будет в этом году цвести. И что я вам скажу. Я дам расцвести этому пиону зеленые бобы. Почему? Потому что в прошлом году я срезала цветочек, не дала ему распуститься, вот здесь вот оборвала, то он у меня погиб, пион. Потому что точку роста нельзя было нарушать древовидного пиона. Вот. И поэтому я в этом году дам ему расцвести, но семенам не дам собираться в коробочку завязываться. Я успею обломать. Только прищипнуть такую верхушечку. Поэтому ждем. Ждем древовидный пион. Чем хорош древовидный пион? Что он расцветает на первый же год. Ну, может на второй. Но это привитый. Вот. У него там прививочка внизу. Вот. И поэтому он расцветает очень рано. Но потом я его первый год укрываю, потому что он не вымерзал. Вот. Так что древовидный пион в этом году красавчик. А вот мой древовидный пион, которому уже четвертый год. И он в прошлом году цвел. Красавчик, красавчик. Смотрите, сколько бы его искал. Я считала, восемь было. А из-за восьми стало он сколько много. И это очень ранний пион. И у него, вот смотрите, тут цветочек, цветочек будет. Тут цветочек, тут цветочек, тут цветочек. И вот цветочек. И вот цветочек. Ну, цветочка восемь вон с той стороны еще будет точно. Так что садите древовидные пионы. Я его укрывала только лапником. Только лапником. Так что не переживайте. Вот здесь какой-то пион показывается. Ну, это молочко цветковый, который, видите, обрезаются. Вот эти вот веточки у него. Вот такой. А у этого обрезать не надо, у древовидного. Запомнили. Это зеленые бобы и растут. Вот сорт зеленые бобы. Ну что, все, солнышко ушло. Можем заканчивать наш обзор. Неожиданное. Дыхание мое, жена, от радости. Хоть успокоится. Вот это вот, смотрите, вот это вот такая красотулечка. Вот. Это разновидность азалия, разновидность рододендрона. Азалия такая вот, видите. Она тоже распустится. Будет очень красиво цвести. Она оранжево-красная такая. Яркая-яркая. Она всегда зацветает на фоне таком красивом. Вот. Ну что, будем говорить до свидания. А вы заходите на другие ролики. Там много интересного. И смотрите, как я садила разные растюшечки. Как ухаживаю за садом, как создаю маленькие комнатки. Вот. Вот как стригла я татуя есть ролик. Вот. Тепиарные мои стрижки. Вот. Там мои тапиарные стрижки. Вот. Приглашаю. Приглашаю. А ролики я заканчиваю. Всем пока-пока. Скоро увидимся на цветении, когда зацветут первые цветочки. Вот. Пока их нет. Пока их мало. Вот такой сад. Без цветов. Монохромный, монотонный. А эту клумбу буду переделывать. Потому что тут пока у меня идет творческий процесс. Вот. Ну, все, дорогие друзья. Пока-пока. Ставьте, ставьте пальчик вверх. Ставьте колокольчик. Любимый сад утащан. Утащаный, утасяный. Прощается с вами на маленькое время. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok